Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизни, и мы продолжаем сегодня и заканчиваем карьеру за Миланский Интер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал и игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, давайте пробежимся по матчам, которые нам следует сегодня отыграть. Во-первых, это ответная игра против Баруси, домашняя в Лиге Чемпионов. Первый матч мы выиграли со счетом 2-1, небольшая фора у нас все-таки есть. Да и в принципе, кто смотрит разные карьеры на моем канале, знает, что также в карьере за Дорзманскую Баруси мы вылетели в полуфинале. Вот здесь, мне кажется, надо также сделать, то есть оставить Барусию в полуфинале, а самим выйти в финал Лиги Чемпионов. Также игры против Лацио, Ферентины и Сосолу, ну и также финал Кубка Италии против Ювентуса. Ну что же, первым составом мы выходим против Баруси, играем дома, поехали. Итак, Сан Сиро, либо же Джузеппе Миаце принимает Интер против Баруси. Ответный полуфинал Лиги Чемпионов. Начинаем. Так, а вот и Джека отдает передачу на Берарди. Тот проходит Аканжи и можно двигаться дальше самому. Передача на Лаутара и это 1-0. Джеко и Лаутаро. Нет, не забивает, но забивает Эдин Джека. В итоге 2-0. Разница в 3 мяча в пользу Интера, поэтому шансы у Баруси уже просто минимальные. Развивает скорость по флангу этот габаритный форвард. Передача на Лаутаро. Причем, но на проходе Зубельдия не смог помешать Мартинусу и 3-0. Интер громит Дортмунд у себя дома. А общий счет в двухматчевом противостоянии становится 5-1. Хорошую передачу Джека отдает на Лаутаро. Но вот с такого острого угла еще и защитник даже помешал мяч вообще в створ попасть. Так, Берарди. Ух, как же Джека-то на Лаутаро это все вывел и безофсайдно все было. 4-0, а Лаутаро забивает хэтрик. И все, финальный свисток. Интер выходит в финал, а Дортмундская Боруссия у нас в двух карьерах подряд вылетает в полуфинале Лиги Чемпионов. Что в карьере за Интер, что в карьере за Дортмундскую Боруссию. Ну что же, обгоняет нас Ювентус. У нас, правда, матчи в запасе. Следующая у нас игра. Кстати, не показал вам, в финал-то вышла Бенфика, они прошли Севилю в полуфинале Лиги Чемпионов. Поэтому вот такой вот, ну, не знаю, более-менее уже предрешенный, наверное, финал Лиги Чемпионов будет. Но вдруг все-таки Бенфика навяжет нам борьбу. Поэтому сейчас мы играем против Лацо. Я бы все-таки бы рискнул. Не знаю, что там у нас по составу первому. А не все заряжены, все. То есть все восстановились. Поэтому я бы сыграл первым составом, хоть и Лацо идет на 12-й. Но, я так понимаю, там Юве потеряли очки. Буду просто на это надеяться. Да, сыграли в Ничусо Соло. Поэтому нужно сейчас обыгрывать Лацо и в разницу плюс 3 очка от Ювентуса делать. Состав в наших экранах. Поехали. Итак, серия А. Лацо против Интера. Ну, для нас более-менее важнейший матч. Потому что чемпион Италии еще не ясен. Но Ювентус потерял очки в матче со Соло. На выезде сыграли в Ничусо 2-2. Поэтому сейчас вот как никогда нам надо обыгрывать Лацо. Так, Лаутаро. Хорошая передача на Берарди. А вот и Берарди прошел с левой ноги. Забивает Доминик Берарди. 43-я минута. И Интер все-таки выходит вперед. Так и какой опасный дальний удар был. Ханданович выручает. А вот здесь уже все. Ну, этот гол чисто сам привез. Не получилось вообще вынести. Даже просто надо было вынести. Что-то начал придумывать. Вот за это Лацо и наказали. Мартинес снова на Берарди отдает. Эриксон. Отлично здесь Челхан Углу. Но надо забивать. Надо забивать и выводит вперед. Интер, Хакам, Челхан Углу. Так, и рукой там сыграл очень, кстати, опасно. Это могли... Ну, пенальти бы не поставили, потому что у меня выключена игра рукой. Чтобы пенальти за это ставили. А в итоге забивает Лацо еще и со штрафного. Давно мне не забивали соперники. Со штрафного, в последний раз, наверное, в проэволюшн сокер было. В итоге, даже с повтора нам ничего так сильно не показали. Ну, понятно, что гол. И Савич сравнивает счет. И вот опасный момент и забивает еще и третий. Акпа. Акпро. Нам все-таки забивает. И Лацо впервые вышли вперед в этом матче. Но замечательно. Так, Лаутаро. Получает хорошую передачу, но надо сравнивать. Здесь надо сравнивать. И Лаутаро забивает очень важный гол. 10 минут остается до конца. И есть время, чтобы еще и выйти вперед. Ничья 3-3. Интер не смог одержать победу над 12-й командой в серии А. И в итоге теперь Интер лидирует в турнирной таблице всего лишь на 1 очко. Так, Санчес. Возможность смены позиции. Сейчас у него 76-й. А мы его на ФРВ, да? В итоге он даже ничего и не получил. Итак, сейчас у нас игра против Феррентины. Также команда из нижней части турнирной таблицы. Играть мы будем вторым составом. Потому что дальше у нас на этой же неделе, буквально там дня через 3, будет финал Кубка Италии против Ювентуса. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Интер против Феррентины. Предпоследний матч чемпионата Италии этого сезона. Поехали. И какой колешник забивает Дамфрис. Восьмая минута и 1-0. Дамфрис забивает и выводит Интер вперед. Санчес. Сальседо. Но надо забивать, конечно же, 2-0. Интер увеличивает отрыв в этом матче и забивает Юны Сальседо. И забивает все-таки Сенси. Я думал, не пройдет просто эта передача, а она прошла. Защитники не справились, не накрыли Сенси до конца и все. 3-0. Пропустили еще и в меньшинстве игроки Феррентины. Лозанна. И снова Сальседо пошел. Снова Влахович против него. У Феррентины замен, скорее всего, уже нет, поэтому и Влахович отрабатывает в обороне. 8-7 минута забивает дубль Сальседо. Все, финальная свистовка. Интер разгромил Феррентину. 4-0. Два гола Интер забил в равных составах. Два гола уже в большинстве. Ну что ж, друзья, и вот один из важнейших моментов нашей карьеры за Миланский Интер. Это финал Кубка Италии. В принципе, давайте посмотрим и освежим в памяти, как мы раньше играли против Ювентуса. Во-первых, мы недавно с ними играли в прошлом выпуске в чемпионате. И мы проиграли со счетом 2-1. Ну и также на выезде. Это еще был октябрь месяц. Также проиграли со счетом 2-1. То есть статистика против Ювентуса у нас неположительна именно в чемпионате. Так может быть сейчас стоит под конец сезона все-таки взять этот кубок. Да еще, ну, действительно, это важнейший момент. Так долго к этому шли. И вот, постараться обыграть Ювентус. Играем тем более еще и в Милане на Самсира. Поэтому, ну, все к этому ведет. Поехали. Итак, Кубок Италии подошел к своему завершению. И сегодня у нас финал. Миланский Интер против туринской команды. Ювентус противостоит сегодня нам вот в этот знаменательный день. Замечательно. Борелла. Ух, какая шикарная передача на Берарди. И это гол. 1-0. Эдин Джекас забивает и выводит Интер вперед. Уже на восьмой минуте матча. Челхану Глу. Лаутаро. Проходит. Проходит он Люку Шоу. Прострел. И это 2-0. И забивает Кристиан Эриксен. Как будто подобные голы. Сейчас забивает Интер. Контрл-Ц, контрл-В. Здесь можно так выразиться. Одинаковый прострел в центр. Так, штрафной. Даже не прострел, а просто пас. На свободного игрока. И тот уже по пустым. Что Эриксен сейчас забил, что Эдин Джека до этого. И впервые в сезоне мы забиваем за матч. А тут еще и за тайм. Два мяча ворота Ювентус. Так, Еза. Ой, ой, как опасно-то сейчас. Все здесь происходит. Прострел. Деврей. А вот это вот зря, мне кажется, было. Да. Просто так взяли. И как будто сами мы навесили на Люку Шоу. А тот забивает. Шикарный гол от Перекладины. В самую девятку пробил англичанин. И не знаю. Забил на девяностой минуте. И будет ли время для того, чтобы забить еще один. Но Арбитр добавляет всего лишь одну минуту. И все. Здесь еще и фол от Артура. Желтая карточка на девяностой плюс первой минуте. Которую и добавил, в принципе, уже Арбитр. Поэтому все. Сейчас должен быть финальный свисток. Боррелла пробивает. И пробивает выше. И все, мне кажется. Да. Финальный свисток. Интер впервые одерживает победу в этом сезоне над Ювентусом. Счет сохранился такой же, как и в предыдущих матчах. 2-1. Но, правда, теперь два мяча забивает Интер. А вот этот единственный гол в шоу на девяностой минуте не помог Ювентусу спастись. Надо было пораньше, мне кажется, включаться. И то, честно признаюсь, это была моя ошибка. Что надо было просто вынести спокойно мяч. И за штрафной я начал что-то придумывать. Вот и поплатили за это. А если бы это было бы пораньше, то и интрига бы точно была бы еще жива. Но, что получилось, то получилось. Мы поздравляем Интер с победой в финале Кубка Италии. Если я не ошибаюсь, это наш первый трофей. Потому что в чемпионате Италии еще ничего не известно. Все решится сейчас в последнем матче. Ну и поднимать трофей. Мне, кстати, интересно, кто будет. Здесь Таханданович. Самир Таханданович, капитан нашей команды. Сансира готовится. Ну и мы всех поздравляем. Всем спасибо большое, кто поддерживал Интер на протяжении всей 22-й FIFA. Но у нас остается два решающих матча также в сезоне. То есть у нас так вот получилось, что три подряд игры для нас очень важны. Сейчас у нас игра в чемпионате, а дальше будет игра в финале Лиги чемпионов против Бенфики. Итак, в чемпионате мы играем против Сосуола. Но, как вы видите, еще ничего не ясно. Нам нужно побеждать. Если мы сыграем Сосуола в ничью, нам дадут одну очко и будет у нас 96. А если обыграет Ювентус своего соперника, у них будет 97. Поэтому нам нужна будет только победа. Мы получили 3 миллиона призовых за победу в Кубке Италии. И вот еще и Сосуола. При том, что наш соперник как раз Доминика Берарди сыграет против своей бывшей команды в последнем решающем матче. Ну, кстати, Сосуола без лидера своего. Я все-таки считаю, что Берарди был лидером Сосуола. Дошли до конца сезона и на восьмом месте, кстати. Это очень даже неплохо. Итак, сколько у нас здесь? Более-менее неделя осталось до игры с Бенфикой. Я хочу посмотреть. Уставшие, конечно, некоторые игроки. Давайте я просто некоторых заменю. Того же Эриксона на Комару. Почему бы и нет? Тогда в два опорника, мне кажется, нам надо сыграть. Ну что, сделали некоторые перестановки. Во-первых, поменял немножко схему. С двумя опорниками мы сейчас поиграем. Комара и Брозович. И также вместо Джека я поставил Сальседа. Почему бы и нет? Посмотрим, вдруг получится. Выездная для нас игра. Поехали. Итак, завершает сезон в Италии. Матч для нас именно выездной. Сосуола против Интера. 38-й, если я не ошибаюсь, тур серии А. Боррелло через Берарди. Ну и что? Такой же гол, как и в финале Кубка. Да. Берарди оформляет голевую передачу у ворота своей бывшей команды. И Лаутаро Мартино забивает. Можно сказать, пока что чемпионский гол. Потому что сейчас нас даже не волнует, как там будет играть Ювентус. Если мы обыграем Соло, мы становимся чемпионами. Ново Николо Боррелло. И Лаутаро Мартинес. А подавать-то и не на кого. Только если так... Берарди срезает мяч в ворота Сосуола. Праздновать он, естественно, не будет. Но как шикарно сейчас все это было сделано. И вот Берарди еще и забивает в важнейшей игре сезона. Как же Лаутаро еще и дождался. Пока кто-то будет забегать. Просто аккуратненько мимо мяча. Махнул консилии в голки Персосуола. И просто замкнул эту передачу Доминика Берарди. При том, что и у Берарди, и у Лаутаро за сегодняшний матч гол плюс пат. Почувствовали они себя в этом матче. И очень хорошо сыграла вот их именно связка. Два гола принесла. Подача. Деврей спокойный. И все-таки Фьёб забивает. Он еще и, я так понимаю, капитан Сосуола. 67-я минута матча. Интрига. Можно сказать, более-менее живет. Время потому что есть. Все понимают, что нужно Сосуола обыгрывать Интер, чтобы Интер не становился чемпионом. Но. Все-таки у болельщиков Интера на этот матч другие планы. А тот отдает на Сальседа и... И все-таки 3-1. Интер забивает. Последний гол на 90-е добавленную уже минуту. И вот и Сальседа забил для уверенности. Так сказать, да тут и времени-то оставалось буквально ни о чем. То есть Сосуола бы и не успели забить. Но вот забивает Интер. Делает свою победу более уверенной. И все. Интер становится чемпионом Италии. То есть все трофеи, которые можно было только завоевать в Италии, Интер забирает. И вот так вот обидно для Ювентуса. Они везде стали вторыми в Италии. Дошли до финала Кубка Италии, но проиграли. И стали вторыми в чемпионате. Итак, посмотрим мы, конечно же, сейчас церемонию награждения. Потому что, ну, Интер становился чемпионом Италии в реальной жизни в прошлом сезоне. Поэтому я решил взять эту команду, чтобы сделать такую вот гегемонию. Но в этом году в реальном мире, в реальной жизни Милан выиграл чемпионат Италии. Вот. Так что не получилось так. У Челхана Глу в реальной жизни выиграть чемпионат ни с той, ни с другой командой. Он в прошлом сезоне был в Милане, когда Интер выигрывал чемпионат. Перешел в Интер и Милан стал чемпионом. Ну, а здесь становится Интер. И снова Самир Ханданович поднимает этот трофей. Ликуют все болельщики Интера сейчас в разных уголках Италии. Кто смог приехать поддержать на выездную игру, кто не смог. В любом случае, поддержать Интер. Скорее всего, болельщики приедут в аэропорт, когда команда вернется домой. Так, призовой фонд турнира. Нам добавили 100 миллионов евро призовых. Вот. Ювентус, кстати, также обыграл с разницей в два мяча Венецию. 2-0 дома. Но этого им не хватило, чтобы обогнать нас. Получается, на одно очко мы опередили Ювентус. Итак, кстати, да, итоги тут сезона. Команда недели, скорее всего, команда турнира. Да. Честный, Шоу, Манчини, Эрнандес, Куадрадо, Инсинья, Рэбич, Локотели, Хацанадоя, Дибало и Мюриель. То есть, ни одного игрока из Интера в сборной серии А. Золотая бутца у Дибалы, 26 забитых мячей у него. Лучший голкипер Честный. Лучший игрок Дибала. Но зато лучшим игроком Кубка Италии стал Лаутар Мартин, если я вот здесь посмотрел. Итак, ну а мы дошли до финала Лиги Чемпионов, где нам будет противостоять португальская команда Бенфика. У которой до сих пор вот это вот действует проклятие, что они, не помню, там в течение 60 лет или в течение 100 лет не выиграют Еврокубок. Они доходили в реальной жизни до финала какого-то там Еврокубка, я не помню, Лиги Европы, скорее всего, но его не выигрывали. Давайте поговорим сейчас про Бенфику. Интересно, что за команда нам будет противостоять и как именно этот Андердог в Лиге Чемпионов дошел до финала. Во-первых, они выиграли чемпионат так же, как и мы. У них лидерство чуть получше, в 2 очка, но все же. И пробежимся теперь по их пути в Лиге Чемпионов. Итак, Бенфика заняла первое место в группе с Баварией и Барселоной. Они минимально обыграли дома Киевская Динамо, потом минимально на выезде обыграли Барселону, проиграли минимально Баварией дома, потом сыграли в ничью с ними уже на выезде. Барселону разнесли Киевская Динамо на выезде со счетом 3-0. Так, и обыграли также дома, уверенно, со счетом 3-1 Барселону и вышли с первого места. На стадии 1-8 Бенфике противостоял Ливерпуль, но 2-1, я так понимаю, Бенфика выиграла на Энфилде, а потом Ливерпуль со счетом 1-0 обыграл их на выезде, и поэтому счет 2-2 и по пенальти 5-4 Бенфика вынесла Ливерпуль. Дальше, Бенфика обыграла Атлетика Мадрид на Ванду Метрополитана 1-0, и дома сыграли в ничью 1-1, по сумме 2-1, они выходят дальше в полуфинал. Ну а в полуфинале прошли Севилью, получается, дома Бенфика проиграла со счетом 2-1, и уже на выезде обыграла Севилью 2-0. То есть очень плохо, я смотрю, по раунду плей-офф Бенфика играет дома, а вот на выезде они именно включаются. Может быть сейчас все-таки нейтральный стадион, и это им тоже сил придаст, поэтому посмотрим, что за чудо-команда такая на Сандерсон Парк. Это не лицензионный стадион, поэтому я даже не знаю, какой команде можно его приписать, но да ладно. Состав Бенфики. Тут практически все, кто и был, я не знаю, даже здесь Мейте вроде, я не знаю, перешел. Они его, наверное, подписали, потому что, мне кажется, он где-то в Италии играл, если я не ошибаюсь. Но остальные все на месте, Вейгель почему-то играет слева в нападении, но ничего страшного. Главное, что у нас все на своих позициях. Поехали. Ну что же, Самюэль ИТО, наш перформанс от болельщиков. Итак, Интер против Бенфики. Финал Лиги Чемпионов. Шли мы к этому весь сезон, и в принципе это была основная задача на все наши карьеры, которые я записываю на канале. Что за ПСЖ, что за Боруссию Дортмунд, что за Интер, что за Реал, что за Челси. Но в итоге мы дошли до финала Лиги Чемпионов. Очень интересно посмотреть, какой футбол будет сегодня показывать Бенфика. Но я понадеюсь, что наш футбол намного лучше, нежели чем португальский. Сегодня пробежаться в этом моменте. И подача на Лаутаран Игл. Как раз здесь спрашивают, исторический ли день для Лаутара. Он забивает в финале Лиги Чемпионов уже на седьмой минуте. Но вот снова эта связка, кстати, работает. Они под конец сезона сработались. Берарди и Лаутара. Что в матче со Суоло друг на друга ассистировали и забивали. Что здесь? Отличный навес и отличный гол Лаутаро Мартинеса. Забивает Мартинес 17 голов. Это новый рекорд турнира. Побил Лаутаро рекорд Крещено Роналдо. Честно, я сейчас не вспомню, сколько забил голов за один сезон в Лиге Чемпионов Крещено Роналдо. В перерыве я тогда давайте посмотрю. Но 17 голов это, конечно, очень много. И если забьет сейчас еще один гол Лаутаро, то уже, мне кажется, точно снимет все вопросы. Потому что мне кажется, что все-таки 17 голов забивал Роналдо. Через левый фланг. Эриксен здесь тоже дал забегание Челханугу, но он остался в центре. Джека. А вот такой заброс на Лаутаро и этот дубль. Аргентинца. Два мяча в финале Лиги Чемпионов. Он забивает и обновляет свой же рекорд. Уже 18 голов за розыгрыш Лиги Чемпионов. Вот этот результат, мне кажется, точно не делал Крещено Роналдо. Эриксен. Стеночку. Отыгрался он с Лаутаро Мартинеса. Челханугу просто. Даже не в пределах поля. Пробегал так. Эриксен. Ух, дальний удар. И рикошетом от Атаминди. Мяч залетает. И вот еще и Эриксен забивает в финале Лиги Чемпионов. Вот такая у него карьера. Год назад мог закончить с футболом, а тут забил в финале Лиги Чемпионов. Но сейчас надо посмотреть, на кого все-таки запишут этот гол. Ну, рикошет, конечно же, обидно. Ну, хотя он рядом с вратарем пролетел. Не сильно там подправил, конечно. Ну, точнее, прямо во вратаря-то и летел. Но в итоге на Эриксена записали. Все замечательно. 3-0. Обыгрываем Бенфику в финале Лиги Чемпионов. Ой-ой-ой-ой. Попадать сейчас в штангу очень обидно. Илоутарро Мартинес. И это хэт-трик в финале Лиги Чемпионов УЕФА. В один матч. Потому что Бенфика в некоторых матчах-то не проигрывали. Там просто хватало им количества мячей. Либо до серии пенальти они доводили. А вот и Эриксен. И это дубль. 84-я минута. Как сейчас Берарди вроде навешивал. Как нашел он датчанина на краю штрафной. А тот и забил. Да, Берарди. Отличная была подача. Я уж думал и офсайд здесь. Но Эриксен забивает дубль. И все. Финальный свисток. Разгром. В финале Лиги Чемпионов. Интер вынес Бенфику со счетом 5-0. Хэт-трик Ваутар Мартинеса. Дубль Кристиана Эриксена. Итак. Церемония награждения. Лаутаро Мартинеса нам показывает. Автора трех забитых мячей в финале Лиги Чемпионов. Нового рекордсмена по забитым мячам за один розыгрыш Лиги Чемпионов. И снова Самир Ханданович поднимает трофей. Требл нам удалось сделать с Интером. Это наш второй требл. За 5 карьер. Потому что 2 еще надо закончить. Все можно сказать за 3. Потому что за ПСЖ мы уже закончили сезон и выиграли требл. За Дорфунскую Боруссию требл взять не получилось. И вот получилось за Интер. Поэтому мне кажется у Челси и у Мадридского Реала есть все шансы на это. Итак. Получили мы 20 миллионов за победу в Лиге Чемпионов. Ну что же. И давайте будем подводить итоги. Сначала по турнирам. В которых мы участвовали. На 1 очко мы опередили Ювентус. Но все-таки смотрите. Забитых мячей у нас 130 голов за 38 матчей. Просто невероятный какой-то результат. Обыграли в Суперкубке. Кстати да. Мы же еще и в Суперкубке играли в Ювентус. Вот этот я момент уже забыл. В начале сезона был. Получается мы все трофеи выиграли. Которые только могли. Еще вот и Суперкубок Италии. Выиграли в Кубке Италии. В предсезонном турнире нам почему-то вот здесь показывают. Что как будто мы не сыграли с Боруссией Мюнхен-Гладбах. Вот счет нам не дают посмотреть. Очень даже странно. Вильяреал выиграл Челси в матче за Суперкубок Уэфа. Выиграли мы Лигу Чемпионов. Обыграв Бенфику. В Лиге Европы. Лейпциг обыграл Барселону. Со счетом 2-0. И в Лиге Конференции Леванте. Все обыграли Рому. Вот как-то так. Пробежимся теперь по бомбардирам. Лучший бомбардир в серии А это уже Дебала, как я вам сказал. 26 забитых мячей в 38 матчах. Наш Лаутару Мартинес на третьем месте. 19 голов в 21 матче. Но видите, и Дебала, и Инсини отыграли абсолютно все матчи. У меня все-таки была ротация. Поэтому тот же Сальседа отыграл 20 игр и забил 18 голов. Поэтому, ну, ребята просто молодцы. Дай волю. И доиграли бы они все свои матчи. Мне кажется, побили бы еще и рекорд по забитым мячам в чемпионате Италии за один сезон. Лучшим ассистентом стал, как на удивление, Санчес. 27 голевых за 20 матчей. Лучшим вратарем Чесны. 12 сухих игр за 38 матчей. У нас Тракоша, кстати, даже обошел Хандановича 7 сухих матчей из 19. У Хандановича 6 из 19. То есть они ровное количество матчей отыграли за сезон. В Кубке Италии Мартинес 5 голов в 4 матчах. Джека 3 голевые в 4 матчах. И Ханданович 2 сухие игры в 4 матчах. Ну что же, я откопал. В сезоне 15-16 в Лиге Чемпионов Крещано Роналдо забил за 1, получается, сезон. В Лиге Чемпионов 16 мячей. У нас Лаутаро Мартинес забил 19. Даже если бы он не забил гол в финале Лиги Чемпионов, все 3 даже, у него было бы 16 голов. То есть он бы как минимум повторил рекорд Крещано Роналдо. В итоге он побил рекорд португальца и поставил новый, причем опередив его на 3 мяча. Поэтому, мне кажется, вот этот результат будет очень трудно повторить. Лучшим ассистентом стал Джека и Лаутаро Мартинеса. Кстати, у Мартинеса матчей поменьше, поэтому, мне кажется, Мартинеса надо было ставить на первое место. Ну и лучшим вратарем стал Ханданович 6 сухих матчей из 11. Ну что же, и по статистике. Топ-3. Боррелла по количеству матчей. Челхануглу и Лаутаро Мартинес. Ну и кстати, хочу вам сказать, вот Габриэль Баразао. В начале еще сезона, как только мы начинали играть за Интер, я его отдал в аренду в Аль-Хилляль. Вроде так называется. Да, это команда. Вот, и отметил его в Инстаграме с аккаунта «Футбол это жизнь», когда еще Инстаграм действовал. Вот, и он посмотрел и даже лайкнул эту сториз в директе. Поэтому вот так вот. Игрок сборной Бразилии и игрок миланского Интера. Вот так вот взаимосвязан с нашей карьерой. Итак, лучший бомбардир в нашей команде за сезон это Лаутаро Мартинес. 46 забитых мячей. Дальше идет Джека и Сальцеда, которого, кстати, мы вернули только во второй половине сезона и успел наколотить 19 голов. Лучший ассистент Джека. 32 голевые. Дальше идет Санчес и Лаутаро Мартинес. Ну и больше всех нас отыграл Эриксон, Челхануглу и Дамфрис. Самый молодой игрок, естественно, это Сальцеда, который играл в нашей команде, ему 20 лет. А самый возрастной это Ханданович, 37 лет. Ну и также самый минимальный рейтинг в команде у Сальцеда был. Каларов вроде и не играл, если я не ошибаюсь по статистике. Посмотри, да, 0 матчей. Ну вот, 73 рейтинг самый минимальный. Зато самый максимальный у Мартинеса, плюс 4 за сезон он сделал. Ну и топ-3 самых дорогих игроков за сезон. Это Мартинес, 120,5 миллионов евро. Борелла, 99,5, также плюс 3 он сделал за сезон. И Шкринер, плюс 2, стоит 84 миллиона. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр этой карьеры. Во-первых, может быть тут лучший игрок турнира, но, естественно, Мартинес, мне кажется, станет в финале Джека. Джека стал лучшим игроком в Лиге Чемпионов вот тогда. Ну что же, всем спасибо большое, кто поддерживал эту карьеру по ходу всего сезона. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеоролики и стримы. У нас с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok